Здоровье не купишь, говорят в народе, но когда что-то заболит, хочешь не хочешь, идешь в аптеку. Там можно приобрести лекарства от разных хвори, но в копеечку это влетит точно. Как складывается ситуация в этой сфере на фоне подорожания других товаров? Смотрите далее. С марта этого года в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов пойдут более 800 наименований. Список был расширен в конце прошлого года. В их числе и дорогостоящие для лечения редких заболеваний. Цены производителя и надбавки посредников на такие препараты жестко контролируются государством. Цены могут корректироваться не более одного раза в год. В каждой любой аптеке, если вы зайдете, независимо от формы собственности, имеются специальные журналы. Если посетитель зайдет, можно попросить, дайте мне, пожалуйста, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Можно посмотреть, сколько это лекарство может стоить в Чувашской, к примеру, республике. Можно проверить, то есть, причем если цена завышена, а это грубейшее нарушение лицензионных условий, это просто недопустимо, еще раз говорю, независимо от формы собственности. За этим следят все службы исполнительные, фискальные органы. Ну, мы, конечно, на предприятии тоже строго следим. Цены, которые были утверждены по состоянию на 1 января 2014 года, сегодня еще не пересмотрены. Что касается препаратов, которые не вошли в перечень жизненно необходимых, здесь, конечно, действуют законы конкуренции. Все производители лекарств заинтересованы в сбыте своей продукции и стараются делать ее доступной. В декабре 2014 года на обычные лекарства цены уже повысились от 5 до 11 процентов. И дальнейшего роста не ожидается, говорят представители аптечных сетей. Мы действительно обеспокоены ситуацией с повышением цен на лекарственные препараты. И поэтому проводятся сейчас вот такие вот мероприятия, как и волонтеры у нас мониторируют цены по аптекам в постоянном режиме. В еженедельном режиме мы мониторируем ситуацию по ценам на лекарственные препараты из топ-30. Потому что тоже есть такие препараты, которые вроде не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Но они пользуются достаточным спросом. У нас заключены соглашения с 32 аптеками на вот этот еженедельный мониторинг цен. Государственная политика Российской Федерации, она сейчас направлена на то, чтобы удержать рост цен на жизнь необходимые и важнейшие лекарственные препараты. Проблем с льготным лекарственным обеспечением не должно возникнуть. Запасы на первую половину 2015 года в республику завезены. Отмечают в Министерстве здравоохранения Чуваши. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Александр Петров, Республика.